В регионе продолжает действовать программа «Самозанятость». В рамках проекта помогают не только в теории, но и деньгами. Активно пользуются этим и жители регионов, районов области. В прошлом году открыли свое дело 15 ишимцев. Об историях успеха Оксана Павлова. Елена Зверева в начале прошлого года оказалась безработной. Подруга посоветовала найти занятия по душе и открыть небольшой бизнес. На помощь пришел интернет. Увидела бытовую химию, думаю, а почему бы нет. Бытовая химия всегда в ходу, в обиходе у клиентов. Те вопросы, которые у меня возникли, это новинка для рынка. Это получается безопасно, экологически. Начала все это изучать и приняла решение, что мне понравилась эта идея. В Центре занятости населения помогли написать бизнес-план и оформить необходимые документы. На выделенные 190 тысяч рублей Елена приобрела оборудование. На собственные средства купила продукцию и дело пошло. Я являюсь уже, можно сказать, постоянным клиентом этого замечательного отдела. Я уже здесь перепробовала очень много средств бытовой химии. При этом выделила для себя уже фаворитов. То есть обходится это недорого и выбираешь для себя любой объем. Улыбаемся. Вот так, хорошо. Александр Васильев увлекся фотографией пять лет назад. Появились постоянные клиенты, но работать приходилось только на выезде. Возможности оборудовать фотостудию не было. Часто у меня клиенты просили такую услугу, как сувенирная печать, печать фотографии, печать на кружках. Но я не мог ее оказать, у меня не было. Я просто фотографировал. И такая вот у меня мысль была открытие автостудии и дальнейшее ее расширение. На выделенные по программе самозанятость средства приобрел принтер, новый фотоаппарат и расходные материалы. После открыл студию. Семья Лузиных в числе постоянных клиентов. Фотосессия подразумевает под собой в целом увлекательный процесс для того, чтобы активно провести, ну, не активно провести, а интересно провести время, это раз. Ну и, конечно же, фотография на память. В этом году программа самозанятость продолжится. В ней могут принять участие безработные граждане, которые готовы вложить и собственные средства в развитие своего дела. Желающих очень много из числа безработных граждан, те, которые стоят у нас на учете. Пока мы консультируем, пока идут консультации активно. Граждане подготавливают свои бизнес-проекты. И затем уже, когда будет все подготовлено, мы отследим и будем отправлять на рабочую группу. На реализацию лучших бизнес-проектов люди получат господдержку в размере 192 тысяч рублей и смогут открыть свое дело. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.